Проект также вносит правительство, представляет Владимир Петрович Чебодаев, министр труда и социальной защиты. Пожалуйста, Владимир. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение предлагается закон, проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере социальной поддержки многодетных семей. Уважаемые депутаты, предметом правового регулирования рассматриваемого проекта закона является отношение, связанное с социальной поддержкой многодетным семьям. Предлагаемые изменения направлены на улучшение положения многодетных семей в Республике. По состоянию на 1 октября в Хакасии зарегистрировано 9 787 многодетных семей. В них воспитывается 32 421 ребенок. Данный проект предусматривает внесение изменений в три республиканских закона – 43 ЗРХ, 64 ЗРХ и 61 ЗРХ. Рассматриваемый законопроект содержит четыре статьи. Статья 1 предлагается внести изменения в действующий закон о мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия. Что здесь важно? Мы предлагаем конкретизировать сферу применения и предоставлять статус многодетных семей, если не только родители являются гражданами Российской Федерации, но и их дети. Также предлагаем конкретизировать условия предоставления мер поддержки многодетных семей в случае раздельного проживания родителей, не состоящих в браке между собой. Меры установлены тому из родителей, по месту жительства которого проживает не менее трех детей. Еще в статье предлагается важное изменение, которое позволит многодетной семье иметь этот статус до достижения возраста 18 лет старшему ребенку или до 23 лет, если он обучается и семье не будет необходимости подтверждать статус ежегодно. Также документы, подтверждающие право многодетной семьи считать справку, выданную Управлением социальной поддержки населения. Статьей 2 предусматривается внести изменения в действующий закон о дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия. Все четыре предложения подготовлены, в том числе и в целях соответствия законодательства Республики Хакасия с федеральным законодательством по материнскому капиталу. Предлагаем сохранить право женщин и мужчин в случае совершения преступления против личности ребенка, которое не повлекло за собой лишение или ограничение в родительских правах. Органы власти не вправе оценивать обстоятельства уголовных дел. Например, неуплата алиментов отцом относится к преступлениям против личности, но отец детей может воспитывать и содержать своих детей. Кроме того, предлагается исключить ежегодное обязательное уведомление граждан, которым выдавался сертификат о его размере. Данная информация будет предоставляться на бумажном носителе или в электронной форме при обращении граждан в случае необходимости. В случае направления материнского капитала на образование детей проектам предлагается исключить требования к образовательным организациям, иметь государственную аккредитацию, достаточно иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности. И самое важное, в целях сохранения мер поддержки многодетным семьям предлагаем продлить срок действия программы Республиканского материнского семейного капитала до 2024 года, включительно сохранив действующие направления распоряжения средствами материнского капитала. Статья 3 законопроекта продлевает срок предоставления одной из мер поддержки многодетных семей ежегодной денежной выплатой в размере 2000 рублей на одного ребенка, обучающего в общеобразовательной организации для подготовки к началу учебного года до 2024 года включительно. Отмечу, что в республике данная мера предоставляется многодетным семьям с 2013 года и является значимой поддержкой при подготовке детей к школе. В процессе подготовки проекта закона было проанализировано несколько десятков нормативных и правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Поэтому предоставляемый сегодня проект закона разработан с учетом положительного опыта других регионов. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, прошу вас поддержать и принять законопроект за основу. Спасибо, Владимир Петрович. Предлагается, коллеги, принять проект за основу. Прошу проголосовать. Включите режим голосования. За. Принимается. И ВКС. Наталья Николаевич. За тоже. Спасибо. Евгений Викторович. Понятно. Там две поправки тоже. Или одна даже поправка. Предлагается ее принять, наверное. Зачитывать в трех экземплярах не надо. Владимир Николаевич, там одна поправка уточняющая, поэтому предлагаю ее принять. Да, она уточняет, редактирует и все. Коллеги, предлагается принять поправку. Прошу проголосовать по данному законопроекту. Комитет подготовил хорошо просмотрение все. Поэтому споров нет. Спасибо. И ВКС. Наталья Вячеславовна молодец. Устойчиво работает. Спасибо. Спасибо, Евгений Викторович. Приняли. С учетом проголосовать. И комитету спасибо. Да, да. С учетом проголосовывания поправки. А с учетом проголосовывания. Комитет предлагает первым, вторым чтением. Поправки. Предлагается законопроект принять в целом. Поддержим многодетные семьи. Пожалуйста. Спасибо. За и ВКС. Плюс один голос. Спасибо.